Всем привет! Это Союз Гер Ньюз. Новости о музыкальном железе, технологиях и обо всем, что с ними связано. Компания Roland выпускает серию новых портативных клавишных устройств под общим названием GoCase. Так GoCase 3 уже назвали фортепиано для новичков. Новинка оснащена звуковым движком Zencore, а также клавиатурой с 61 клавишей и встроенной стереодинамикой. Инструмент имеет более тысячи звуков, акустические фортепиано, оркестровые инструменты, а также современные синтезаторные звуки. Кроме того, девайс располагает обширной коллекцией аккордов в различных музыкальных стилях. Также в устройстве присутствует набор динамических партий аккомпанемента, которые можно запускать одной рукой. Но если и этого кажется мало, тогда аккомпанемент и еще дополнительные звуки доступны по подписке Roland Cloud. Цена новинки стартует от 350 долларов. Один из лидеров на рынке виниловых проигрывателей, компания Project, выпустила наборы для апгрейда вертушек. Кстати, они уже доступны в продаже в России. Как отметили создатели, идея кастомизации проигрывателей родилась совершенно случайно. Оказывается, Хайнц Лихтенеггер, основатель компании, с 1985 года продавал хай-энд проигрыватели в Австрии. Его особой страстью были и остаются именно аналоговые проигрыватели. Именно на них он как раз и заработал свои первые деньги, на которые основал компанию. Любовь к нецифровому звуку сохранилась с годами. Так и появилась серия наборов для апгрейда вертушек. Сейчас компания Project выпустила уже три набора, которые помогут улучшить качество звучания абсолютно любого проигрывателя. Семья Осборнов обсуждает, должен ли актер Билл Хейдер, тот самый меланхоличный киллер-театрал Барри, сыграть самого Оззи Осборна в боёпике о музыканте. Биографический фильм о бурных отношениях Оззи Осборна с его супругой и по совместительству менеджером Шэрон Осборн находится в разработке. На роль Шэрон сама героиня предложила актрису Флоренс Пью. А Джек Осборн хотел бы видеть именно Билла Хейдера на роль отца. Как сказал сам Оззи Осборн, в роли себя он хотел бы видеть какого-нибудь не очень известного актёра. Но есть один момент. Биллу Хейдеру сейчас 45 лет. И Оззи Осборн выразил опасение, что до выхода фильма актёр может не дожить. Это были «Союз Гирньюз». Новости, которые всегда звучат качественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова